Всем привет! С вами Феликс. И сегодня в этом ролике мы рассмотрим процесс закупки товара с сайта CGDropshipping. Для примера вот я взял этот товар, который у меня продался и хочу показать разницу между этими двумя сайтами. То есть на Алиэкспрессе самое дешевое, которое можно найти вот этот вот товар, это вот за 2.65. Давайте сейчас чтоб цена полностью отразилась. Видите Алиэкспресс стандарт shipping и цена за две штуки. У меня купили две штуки. Мне надо будет заплатить 8.05. На сайте CJ как оформить этот ордер. Во-первых, то что я вам всем предлагаю перед тем как оформлять сам ордер, практически на любом сайте можно предварительно ввести тот адрес на который надо отправить этот заказ. В частности здесь через CJ дропшиппинг, переходим на профиль и попадаем вот на такую страничку, где есть адрес менеджмент. Здесь через вот эту кнопочку добавляем новый адрес или редактируем тот который есть. Редактируем тот который есть. Для того чтобы при оформлении ордера не проделывать эту операцию. Как это делается? Вот кликаем на Add new адрес и вот здесь вот заполняем все данные нашего покупателя. Здесь меняем страну, выбираем допустим Франция. Вот она подставилась. Заполняем всю необходимую информацию и Confirm. Кликаем Confirm. Новый адрес сохранился. Теперь переходим в свой wish list. Естественно этот продукт, когда мы нашли на CJ дропшиппинг, закидываем wish list, который вот он здесь. С нашего wish list вот эта пленочка. Переходим на этот продукт. Перешли. То что у нас купили. Я уже здесь закинул. Вот оно в корзине. Вот этот вариант. Комплект из четырех пакетов. То же самое что и здесь. Дальше. Страну опять же в выпадающем списке выбираешь Францию чтобы знать сколько будет стоить доставка. Здесь смотрите. У меня тут сразу две штучки и цена доставки 4.03. Я об этом говорил. Он как бы по весу делает цену отгрузки. CJ дропшиппинг. Вот если уменьшить на единичку. Изменится и цена отгрузки и естественно общая цена. И изменится также и Total дропшиппинг cost. То есть общая цена. Для ориентировки 6.87 за две штучки это в долларах. В евро это будет гораздо меньше. Но даже при таком сравнении мы видим что здесь цена вот на евро с лишним дешевле. В этом случае в этом случае это так выглядит 1 евро это мало. Но в процентном отношении это довольно таки много. Дальше выбираем опять же шиппинг метод. Здесь у него есть очень много разных шиппинг методов. Ну самый там нам подходящий. Вот за 7-14 дней. Стоит 4.03. И по срокам он лучше чем этот за 3.80. Тут аж до 50 дней. Поэтому выбираем вот его. И видим вот полную картину. То есть понятно как выбрать вот эти настройки. Здесь платформа Shopify написано ничего не трогаем. Опять же с каких складов? С китайских. Здесь наверху ничего трогать и менять не надо. Теперь для того чтобы закупиться здесь внизу очень много разных кнопочек. Нам нужна вот эта вот крайне правая. Балк Пуршес называется. Кликаем по нему и здесь проверяем. Такой то товар столько-то штучек. Ну только переднее количество и так далее. Здесь то есть еще раз мы можем проверить весь наш ордер. Кликаем Add. Оно нам закидывается в ордера. Здесь у меня сейчас только этот один ордер. То есть в корзине только вот этот один товар. Сейчас пусть он подтянет все, чтобы можно было делать вверх-вниз. Здесь внизу напоминает мол вы это запомнили. Может и это купите. Мы выбираем только вот этот товар. Только этот товар. И опять кликаем по Балк Пуршес. Кликнули по Балк Пуршес. Вот по этой кнопочке. Ждем. И вот здесь сразу же, чтобы не писать адреса, вот выбираем нужный нам адрес. Кликаем. Переходим на нужный адрес. Он уже у нас вставлен. Есть. Для того, чтобы еще раз знать, что shipping метод не сбился. Вообще при каждой операции надо проверить свои настройки, чтобы они не сбились. здесь у меня, как видите, сбились. Я опять выбираю тот метод, который мне нужен. Выбрал. Все. Все это выбрано. здесь видим общую стоимость до ордера. Так. У меня здесь уменьшу размер. Итак. Что мы видим? стоимость стоимость отгрузки. Вот она. 3,97. Стоимость самого товара. 2,84. Ватт. То есть, это 57 центов, чтобы покупатель был освобожден от таможенных расходов. И общая стоимость 7,40. Итак. Мы видим. Еще раз. Смотрите. Здесь добавили выбрали тот shipping метод, который нам нужен. здесь выбрали растаможку. То есть, уплату пошлины на CJ. CJ. Вот это. Вот эти 57 центов. Ну и 2 цента. Это handling fee. Оно несущественно. Итак. Увидели, что весь наш ордер сколько он стоит. И кликаем submit. здесь нам выпадают payment методы. Как вы видите. Можно через карту. через CJ. Wallet. Это у них есть своя платежная система, на которую можно закидывать деньги и покупать с нее. В этом случае получается на 5% дешевле. Можно через PayPal. Можно через Pioner. Можно вот тут. Смотрите, как много разных вариантов оплаты. Обычно я выбираю PayPal Checkout. И закупаюсь с него. здесь нас предупреждает, что могут быть местные сборы. Посмотрите, если они вас не устраивают. Значит, не покупайте. Можете вот последнее то, что я использовал. Это была карта. Можете через карту. я выбираю сейчас карту. Надо согласиться с условиями и заплатить. Ну, дальше процедура стандартная. Заполняется номер карты и делается оплата. Сейчас сделаю паузу, заполню карту и продолжу. Итак, ордер оформлен. Вот он, видите, здесь. посмотреть детали. В деталях, опять же, все те же данные, только пока что нету значит, трек номера. Он появляется вот здесь, вот как на тех предыдущих, вот видите, трек номера. На предыдущих ордерах он появится вот здесь и мы будем иметь возможность отслеживать вот через такую вот кнопочку свой ордер. На этом все. Думаю, все понятно. Будут вопросы пишите. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс. Феликс. Феликс.